Нельзя обрезать ветки на штампе. Знаете, что такое? Павел Троценко, мой один из главных помощников, живет в Питере. Он переводит... 46 тысяч просмотров. Он, видите, как? Он материалы делает в виде, как, материал, да, дзена или как там. Яндекс.Дзена, да? Смотрите, сейчас вы поймете, в каком мире мы живем, почему надо со школы начинать. Я ничего не смог сделать. 40 тысяч просмотров. Внимательно. Большую роль играют комментарии. То есть комментаторам верят не меньше, чем мне, чем автору. А может быть это. Вот когда я через раны проникает мороз, инфекции, грибы, дерево становится больным, его жизнь сокращается. И дальше целый материал этот. Ну, если нажать. Ну, это у меня, ну, как сказать, это уже копия. Если нажать, там уже, видите, люди посмотрели. 46 тысяч. Это вообще для меня чудо. Сколько людей я должен был 46 тысяч научить, что не надо. Казалось бы. Мы с Павлом молодцы. Мы боремся за это. За истину. Внимание. Какая-то пурга. Понимаете? Те, которые в чужие вбивали, что у него раны. Слушайте дальше. Александр, смотрите, видите как? У них есть эти. Это живые люди. Вот, смотрите. Нажмите, щелкните, нажмите. Это живые люди. Обрезаю ветки на штамбе, чтобы удобнее было заматывать ствол на зиму. Уничтожить ветки на штамбе. Это что? Разбить стекла, разбить окна, открыть дверь на мороз. Так Тараканова когда-то говорят, вымораживали. Люди уходили в баню ночевать. Тараканов. А здесь взять, понаделать ран на штамбе, который уже мороз держать не будут. Через ран и мороз проходит. Куда уже умнее-то? Вернее, как же убедительно. И тут же замотать на зиму. Ну где, в какой стране он живет, я понять не могу. Александр Баянов. Александр Богатков. Внимание. Нижние ветки надо обязательно удалять в зеленом состоянии летом. А он знает, что когда летом мы отрезаем, мы провоцируем просыпание других веток. Помните, убедительно доказал Сергей Сергеевич? Селевошка в предыдущем вебинаре. Тут же просыпаются, но как? Набухают. Или даже чуть зеленые появляются. И тут зима, и они замерзают. Он-то об этом знает, что уж по крайней мере летом-то это не делает. Это страшнее, чем весной. Потому что просыпается все. И умирает. Когда же он вызовет, то есть уж по лесу уже расти в середине лета зеленый конус. И вот он, смотрите внимательно, вот это наш уровень. Дядя – это я. Бред дядя несет, если это, конечно, дерево, не куст. На нижних ветках никогда не будет урожая. Внимание. Нижние ветки отбирают питание вверх. Вы представляете, Господь Бог создал дерево. Нижние ветки, средние, верхние. Центральный проводник. Он не знал. Он там, знаете, занимался генной инженерией. Ну как? Ведь действительно все пошло от Бога. Я знаете, почему это знаю? Если каждая почка несет в себе… Нет. Каждая клетка, а их миллиарды на дереве, миллиарды, даже триллионы, несет в себе схему, которая может проснуться в любое время, когда надо. Строение целого дерева. То есть внутри каждой почки, каждой клетки живет дерево. Это невозможно. Для этого не какие-то миллионы, даже миллиарды лет. Для этого нужно, чтобы жизнь была вечной, чтобы были триллионы лет позади. Никакой Чарльз Дарвин не прав, потому что внутри почки живет дерево. Это с помощью эволюции невозможно. Эволюции можно клюв было у того зяблика удлинить, чтобы он лучше до этого доставал. До червячка, который живет там, трещина к дереву. И из-за этого зяблика, из-за этого клюва придумали целую систему. Начиная от этого, от землеройки, вот такая вот, вот ее размер, да. Маленькая такая мышка, землеройка. Вот. Которая за 65 миллионов лет превратилась в человека. Вот этот идиотизм только для того, чтобы доказать, что Бога нет. И вот получается, что нижняя ветка отбирает питание. Как это получилось? Миллионы лет. Отбор. Вот тут уже Дарвин. На колени становлюсь. Вот тут уже Дарвин. Нижняя ветка отбирает питание вверх. А самое страшное, когда вот это, прополка, покос затруднены. Какое горе. Ко мне приезжает главный редактор газеты Фазендеска, Саяцка. Я подвожу угостить персиками. Персики уже упали. Те, которые на дереве, уже упали. А у меня нижние ветки на такой высоте от земли. Нижняя. Персика. Прививка на абрикосик. И мне пришлось, я до сих пор, жаль, надо было фотографировать. Я не сел на колени. Нет, я бы так не достал. Я лег на живот. На живот. И заполз по дереву вот так. Знаете, как по-пластунски. А если бы я нижние ветки у персика отрезал бы? Приехал бы главный редактор. Он сказал, а что я сюда приехал? Чем вы меня угощать-то собрались? Дерево вот было бы давно мертво, если бы я вот эти нижние ветки отрезал, чтобы прополка по коз был не затруднен. Вредители лазят с удовольствием. Он понятия не имеет, что вредители лазят на больные, искалеченные вами деревья. Эх, ветки могут сломаться с треском коры. Так давай их сразу уничтожим. Ну, ломать нечем. Вот это Алексей Богатков, или это дали, да. А вот это вот, я жаль, повторюсь. Смотрите, почему? Я истину до сих пор не установил. Помогайте, ребята. Смотрите. Это фильм про Мичурина. Академик Мичурин. Я остановил трансляцию в этом месте и сфотографировал дерево, которое якобы Мичурин растил. Вы видите вот этот страшный штамп? И я уже, думаю, разочаровался. Ну, что Мичурин догадаться не мог, что ли, что вот это все сокращает жизнь дерева. Что вот этот штамп, это, я его называю стриптистом морозья. Дерево погибнет целиком. Оно должно расти от самого низа, особенно привитое. Вот и привал. И вдруг, внимание, друзья, я не виноват. Вдруг нахожу. Прямо в этом в Яндексе. Нашел, нашел. Многие садоводы, смотрите, стоит ли удалять нижние ветки. Тут я совершенно не хочу. Оказывается, кто-то же об этом думал. Не только я один. Многие садоводы удавляют их по мере роста дерева. Тем самым они хотят добиться приподнятой крови. В некотором роде они правы. О, они правы. Однако, Мичурин писал, Мичурин, что нижние ветки нужны яблони, несмотря на то, что не плодоносят. Они прикрывают ствол от палящих солнечных лучей, не допуская перегрева. Я тут, конечно, разочаровался. Я, во-первых, не верю, что это Мичурин. Кому-то надо было, может, очередная статья, потому что дальше идут ставки лайки. Понятно. Вот. Получается, что? Моё самое главное доказательство, я к нему подвожу, мы заканчиваем наше время, это важнейший момент. Пусть я повторюсь. У меня такой союзник, ребята. Итак, я не знаю, кто первый догадался. У нас были такие дискуссии, мы друг друга чуть не кидались с кулаками, потому что оба фанатика. Но он южный, а я северный. Так. Вот. И вот его материал. Я знаете как? Я его нашёл. Это важнейший момент в моей жизни. Потому что трудно быть одному. Трудно. Да, я уже сто лет как догадался, что корни кормятся от этого, от нижних веток. Они производят глюкозу. Это я давно знал. И вдруг такое событие в моей жизни. Я не хотел этого, Николай Иванович. Я даже отдаю вам пальму первенства. Вы взяли. Я бы даже не догадался, что это ваше. Помните, я однажды сказал, узнает, кто автор. Нахожу, захожу посмотреть, закрываю жутебрезерку, фактически. 25 гектар, не шутки. Зачем она нужна будет, если студента учить нечего? Нет земли, нахрен их учить? Они будут учиться только это. С компьютером. Многому научатся. И вдруг, вся пальма первенства, никто никогда не узнает. на Тимирязевской академии, в их этом самом, я нахожу вот эту схему. А тут справа, кто хочет, сам найдет. Наберете Тимирязевской академии. И фото наберите слово. И тут вверху, сбоку написано. Автор Николай Иванович Курдюмов. Мой соавтор по книге. И тут все стало на место. Ведь книга же черным по белому, что нельзя отрезать нижний скалетный вес. А он еще где-то вот взял вот эту толковую статью. Гениальная статья. Потому что она все ставит на место. Глюкоза, лист. Так. Фотосинтез. Одна стрелка в побеге, вторая в корне. Вы понимаете? Ну, я брал шире. Это лист, он может кормить и корни, и побеги. А я взял так. Значит, я взял так. Верхние кормят побеги, нижние корни. Не может быть, чтобы дерево, которое, даже если большая часть нижних... У меня есть сотни фотографий, где нижние скелетные ветки, нижние, на самой земле лежат. Все в плодах. Это уже неправда. Это люди, которые били себя в башку, что они... Кто-то однажды трекнул, а большинство авторов никогда ничего не выращивало. А я-то выращивал. Во-первых, это уже неправильно. Но такое бывает. Что нижние скелетные ветки без этих... Бывают. Не всегда. Но бывает. Без плодов. Но зачем им прекрасные, здоровые листья? Сотни, тысячи с огромной площадью. Я просто догадался, что от них... А они производят глюкозу. Понимаете? Глюкоза – одна из главных составляющих природы. Глюкозу едим мы. Глюкозы, мыши, волки, собаки, эти самые, бегемоты, эти самые. Все деревья, птицы, все глюкоза. Скажите, что не так. Вспомните, что это самое. Лист зеленый, все с него начинается. Лист, а потом плоды. Лист плоды. Причем листья сами производят глюкозу без плодов. Понимаете? Лист производит глюкозу без плодов. Обеспечит их корни. Корни, это, кормят глюкозой. Мекоризу. Мекориза кормит грибы, которые благодарны, которые одно целое с деревом. Ну, как еще объяснять-то? Почему вещи, которые даже не надо, они в одном учебнике найдете. Вот Курдюмовская схема. И вот моя... Более шире взял мой рассказ. Мое объяснение. Что ж тут непонятного? Все живое на земле жрет глюкозу. Нет у дерева ни одной, не только лишней ветки, а ни одного листика лишнего нет. Только потому, что лист производит глюкозу. И мы все, и вспоминайте сами. Начиная с этих сладких булочек. Вот и варенье. Вот это я успел сказать. Пусть сегодня я... Вы знаете, я четвертую часть вам сказал того, что хотел. Я бы мог просто вот так листать, листать. Ладно, заканчиваем эту тему.